34-е заседание Объединенной коллегии таможенных служб государств и членов таможенного союза принимал в эти дни наш город. Подобные мероприятия становятся площадками детального обсуждения важных решений, актуальных для стран-участниц. Это позволяет формировать единую правовую базу и обеспечивать единообразное применение таможенного законодательства. Участие в мероприятии приняли представители профильных служб, а также руководство региона. Наш город – это не только административный центр Прещины, но и западный рубеж Республики Беларусь и всего Евразийского экономического союза. Это также крупный транспортный транзитный узел, где сконцентрированы все четыре вида транспорта – это железнодорожный, автомобильный, аэропорт международный, статусы нет. И также мы занимаемся приводным путем Е40, который также проходит через детскую область. Сегодня в вопросах развития единого пространства особенно остро стоит тема совершенствования взаимоотношений в рамках шелкового пути. Следование грузов и товаров должно быть максимально удобным и быстрым. Время показывает, что перевозки посредством железной дороги остаются популярными у бизнес-структур, которые готовы платить за качественную и оперативную доставку. И сегодня во многом этого можно достигнуть благодаря цифровым технологиям. Мы обсудим, как идет взаимодействие с администрациями железных дорог, что удалось достичь, что не удалось достичь. Но развитие транзита – это принципиальный вопрос в целом для Евразийского экономического союза. Очень серьезно относимся к вопросу транзита по территории Республики Беларусь, потому что мы и Россия по отношению к Китаю и Европе являемся транзитными странами. И, естественно, мы заинтересованы, чтобы от входа до выхода мы были полностью уверены, что к товару, который транзитирует по территории наших стран, никто не притронулся, товар не извлеченный с этого грузового помещения, не помещены какие-либо дополнительные товары в транзитный груз. В этой связи и отрабатываем электронные пломбы, которые уже каждая из стран имеет своих операторов, наработана определенная практика, нормативная база, отработаны некие элементы, как в Республике Беларусь, своя национальная электронная пломба. Поэтому мы решили с мая месяца очень активно взяться уже не каждая страна в отдельности, а в целом комплекс мер, связанных с полным переходом информации, связанных с движением электронной пломбы и транзитного груза по железной дороге от Китая, начиная, заканчивая Европейским Союзом и, соответственно, наоборот. Не осталось без внимания и темы экологии. Государственный таможенный комитет Беларуси предлагает ввести лицензирование на ввоз отходов на территорию Евразийского экономического союза. Делается это для того, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. Здесь мы с коллегами также пришли к выводу, что необходимо, видя статистику перемещения, скажем, вот этих отходов, видим необходимым вводить лицензирование этой деятельности, чтобы четко профильное министерство отрабатывали свою работу, связанную с конкретным контролем за конкретными партиями, которые перемещаются. И действительно, если это направлено на переработку, да будь то пластика, иных отходов, это все можно и нужно делать. Но если это только, минуя переработку, попадет на горы мусора в стране, пребывание, это, конечно, неправильно. Принятие согласованных решений позволит обеспечить унификацию порядка совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля товаров и транспортных средств на таможенной территории Евразийского экономического союза.